Здравствуйте! Это ток-шоу на Зеленом. Многомиллионные контракты каждый год в Красноярске разыгрывали, чтобы стерилизовывать собак. Но по итогу подрядчик их зачастую просто отстреливал. Ну так, по крайней мере, говорили зоозащитники. Теперь же появляются десятки приютов. И как ситуация изменилась сейчас? Будем дискутировать, что же нужно делать с бродячими стаями, которые постоянно нападают на людей. Сегодня спорят. Сергей Волков, член общественной палаты города Красноярска, готов на радикальные меры в борьбе с бродячими собаками. Светлана Загуменникова, зоозащитник, считает, что только гуманное отношение к животным может навести порядок. Что нужно делать с бродячими собаками, по вашему мнению? Давайте начнем с того, что в конце прошлого года, 27 декабря 2018 года, был принят закон президентом Российской Федерации об ответственном отношении к животным. В том числе этот закон легализует систему отлов, стерилизации, вакцинации на место обитания. Этот закон нельзя нарушать. Вы сами понимаете, да? Эвтаназии подвергаются только смертельно больные животные. Для того, чтобы подтвердить агрессивность животного, нужно мнение как минимум трех специалистов. Оно должно быть задокументировано. Это представитель общественности обязательно, то есть зоозащитник, это ветеринар, это кинолог. На данный момент, вы говорите, что много лет у нас работает, на данный момент работаем мы. Всего полтора года у нас идет реальная программа ОСВВ в городе. До этого, к сожалению, были недобросовестные подрядчики, программа не выполнялась. Если бы она выполнялась, то в течение трех-пяти лет численность животных, ну вот по результатам других городов сокращается от 30 до 50 процентов. Это гуманный метод. Ну, от полтора года, вы сказали, работаете. Да. Уже какие результаты есть? На данный момент нами стерилизовано и кастрировано около 2000 особей. 2000 особей, где-то из них было 1200, это были девочки, самки. Из 1200 около 700 особей были беременные. Сколько еще осталось в городе? Или это не поддается? Нет, почему это поддается исчислению, так как мы работаем непосредственно, общаемся с кураторами, мы сами зоозащитники. У меня своя есть стая, которую я знаю, да, я знаю, сколько у меня там животных. Вот, их 12, из них уже 9 стерилизовано. То есть и каждый куратор знает свою стаю. По аграрному университету данным их около 10 тысяч. На самом деле нет, это гораздо меньше, около 5000, но постоянное пребывание идет. Это от выброшенных животных. Сергей, существующая схема стерилизации собак, она работает? Она решает только частичную проблему. Давайте мы будем говорить все-таки, что виновник в том, что собаки становятся бродячими, изначально и неизначально это человек. Это главная проблема. В чем у нас вообще, то есть, это безответственное отношение. То есть, на мой взгляд, лично, для того, чтобы собаку завести, нужна система лицензии. То есть, человек должен сначала обучиться, как собаке держать, законодательству, сдать экзамен, ввести налог обязательно еще на содержание домашних животных. И только после этого можно заводить. Вот, у нас есть достаточно большая проблема на сегодняшний момент, это финансирование. То есть, это все прекрасно знают. И вот, чтобы с той массой собак справиться, денег попросту нет. То есть, у нас нет ресурсов, у нас нет опытных людей. И плюс еще законодательство. Вот, на самом деле, вот то, с одной стороны, это очень хорошо, с другой стороны, эту проблему не решает. Вопрос стерилизации. Мы, если мы говорим именно о нападениях, я могу вам сам сказать, что на меня несколько раз нападали собаки, причем я животных очень сильно люблю. То есть, там однозначно были неадекватные собаки. И вот мне, я скажу очень просто, по-народному, совершенно без разницы, собака с яйцами нападает или нет. То есть, агрессивность собак стерилизованных, она существует. И поэтому, вот, проблема здесь решается только в том, что вот именно эта группа собак, которых стерилизовали, она не будет давать потомство. Но она прибывает за счет того, что, во-первых, выкидывают, во-вторых, что у нас есть места, куда не смогут у нас добраться те люди, которые занимаются проблемой. Это стройки, это стоянки и многое-многое другое. Поэтому меры, которые сегодня есть, они однозначно не решаются. Проблема, угрозы для общества, она существует. Но что делать-то нужно? Вы уже сказали про истоки, откуда они берутся и так далее. Первое, что делать, это ответственное отношение со стороны тех, кто заводит животных. То есть, должен быть качественный учет. Второе, что должно быть, это действительно качественная работа по отлову собак. И я скажу, что, вот, допустим, не надо изобретать велосипед по поводу гуманного отношения. Тот же опыт Германии, который изучал, там есть очень простая вещь. То есть, собаки, которые безнадежны, больные, их усыпляют сразу, агрессивные усыпляют тоже сразу. Далее идет, по-моему, там срок полгода, если этого животное из приюта не забирает, собаку тоже усыпляют. Вот это решает все вопросы. То есть, у нас какие-то, знаете, мы вечно ищем какой-то свой своеобразный путь, хотя уже во многих странах этот вопрос решен. И вот при всем том, что кажется, что вот эта система жестокая, собак в Германии усыпляют. Я могу сказать, например, по земле Северной Ринвейсфалии, то есть, я изучал, по всей, по этой федеральной земле, то есть, там не больше 50 собак за год, а всех остальных разбирает. Вот, ну вот практически либерально, радикально предлагается. Это радикальная мера, да. Хотела бы сказать, что вот, допустим, совсем недавно появилась новость, что в Нидерландах, значит, совсем другой способ, нет усыпления животных. На 10 лет, грубо, ограничили разведение полностью породных, беспородных. Если собаку выкидывают, штраф 16 тысяч долларов. Пожалуйста. То есть, за 10 лет собак не стало на улицах, разобрали всех бездомных. То есть, прекратился приток животных, да. У нас, к сожалению, есть, я сейчас скажу грубо, так как мы называем зоозащитники, это разведенцы и плодятлы. Плодятлы это те, которые считают, что в нашем 21 веке моя кошечка или моя собачка обязательно должны родить. Нет. То есть, для собаки и кошки это не принципиально. На самом деле, сам акт для них представляет, это все равно, что сломано несколько костей. То есть, это шоковая боль. Вы посмотрите в глаза собаки во время вязки. Вы это увидите. Меня еще, когда приравнивают с животным, вы лишаете их удовольствия. Вот здесь меня вообще начинают, мне просто начинают смеяться. Недавно мне поступил звонок. Вы зачем нашему уличному кобелю, значит, яйца? Вы его лишили радости жизни. Причем звонил молодой мужчина. Я, конечно, объяснила, что радость жизни уличных кобелей не в этом совсем. Он живет сейчас спокойно, он не участвует в свадьбах, он не порван, да. Его там кормят, с ним играют детишки, ему ничего не надо. Вот перейдем насчет того, что собачки с бирками не кусаются, стерилизованы. Я была совсем недавно, целый месяц провела, мне подарили такую поездку, мои родственники, спасибо им огромное, в Южную Америку. Там очень много безнадзорных животных. Животные кастрированные, чипированные. По размеру с нашими они пони. На самом деле они реально такие огромные, даже я порой обходила их стороной. Но у людей отношение к ним абсолютно другое. Они к ним не лезут. И собакам, соответственно, не надо охранять свою территорию. К ним не бежит ребенок, вот так вот там, щенков не хватает. Ну там нет щенков, да. Не кидают в них палку, у них стоят обрезанные бутылки, где вода. Я была в нескольких странах Южной Америки. И мы проехали по многим городам, мы брали машину на прокат. И так как я занимаюсь этим вопросом, я встречалась с зоозащитниками там местными. У них нет этой проблемы. Они говорят, они нам не мешают, и мы не мешаем им. То есть мы соседи. То есть это элементарная культура? Элементарная культура поведения, воспитания. Сергей сказал, что все равно стерилизация не работает. И кинологи, в том числе, некоторые подтверждают эту версию, что... Некоторые. Недавно столкнулась со случаем, когда кинолог вроде именитый отказался от собаки. Сказал, что она абсолютно безнадежна. Эта собака переехала к нам в приют. Собака ходит на поводке, не отходя ни на шаг. Абсолютно стала социальна. Буквально за 4 месяца мы не имеем образования кинологов. Мы любим животных. Поэтому, так же, как в каждой сфере, есть те, кто за, и те, кто против. К сожалению, многие кинологи встали на сторону зоореалов, так как боятся того, скорее всего, что запретят действительно разведение. И что, если автонизировать всех животных, да, то есть запретят разведение, соответственно, я не говорю, есть замечательные заводчики, которые несут ответственность от своих животных до конца их жизни. Даже если их выкинули, они их забирают. А есть и заводчики, которых, ну, это сродни разведенцам, да, которые поимели деньги и забыли. Мы потом подбираем этих животных, они бывают с клеймом. Ну, от них просто отказываются, понимаете. И это тоже беда, огромная беда. Позиция ясна. Вот у нас есть слушатель с вопросом или с мнением. Здравствуйте, представьтесь и задавайте свой вопрос. Меня зовут Даниил. Я с сомнением, скорее, вопроса не будет. Во-первых, Светлана, спасибо вам большое, потому что, как правило, когда сталкиваешься с зоозащитниками, приходят в зоошизу. Второй Сергей говорил о том, что... Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно. Второе, то, что говорится о том, что должно быть закон, да, там, ставить на учет и так далее. Мое мнение такое, что собаки, условно говоря, больше спаниеля. В городах жить не должны. Вообще. Они... Собаки уровня немецкой овчарки, они не приспособлены для квартир. Третье. Очень много говорим о правах собачников, но забываем о том, что у них есть обязанность. Об этом тоже никто не говорится. Недавно ваши коллеги делали, например, материал по похоронить захоронение. И самое главное, мы говорим о том, что в крае происходит, ой, в городе происходит, а то, что в крае эта проблема есть, никто не говорит. В Березовке стаи бродячих собак возглавляют Алабай. Есть случаи нападения на детей. Естественно, у жителей, кроме как отстрела или вызова докхантеров, вариантов нет. И надо быть в таких случаях жестокими. Спасибо. Спасибо большое. Я, наверное, отвечу на ваш вопрос. Про больших собак сначала. Да, обязательно про больших собак. Сегодня не далее, а так как мы занимаемся отломом, но у нас сегодня выходной день. К нам поступила заявка. Значит, по улице Микуйского. Две собаки напали на женщину. И женщина, как я поняла, ее увезли в тромпон. При выяснении обстоятельств, то есть мы созваниваемся сразу заявителям, так как у нас рядом есть волонтеры, которые могут подъехать и посмотреть. Собаки хозяйские. Один стаффарширский терьер, другой какой-то лохматый. Ну, мужчина был в шоке, конечно. Я сказала, что в таких случаях должен работать участковый. Да, я тоже считаю, что большим собакам не место на улицах города. Когда у нас женщина просила, отдайте мне алабая, я буду жить с ним в квартире, я отправила ее к пуделю. Ну, скажем так, мягко говоря, да. После этого она обиделась и сказала, что с нее требуют деньги. Но никаких денег, конечно, не требовали, потому что я объяснила русским языком. Поэтому собаки, алабаи, те же, да, немецкие овчарки, доги, они, во-первых, им нужен выгул, определенный выгул. Зон выгула у нас нет. Им нужно выбегиваться. Хаски. Собаки не приспособлены для дома, почему сейчас мы их собираем пачками. Берут за красивую картинку, за разные глаза. Что в итоге? В итоге волонтеров, вот так вот уже по самой не хочу, этих хаси, да, которые сбегают, потому что им 10 километров в день нужно выбегиваться с грузом. Кто об этом думает, когда берет? Нет, ответственно, обращение к животным в наших людях нет. Берут щеночка, наиграли, щеночек сожрал тапки, выкинули. Щеночек через 3 месяца половозрелая особь, не стерилизованы. Что дальше? 10 еще. Сергей, ну это решит проблему выгуливать собак? Смотрите, выгул собак, вообще, то есть у нас для собак вообще в городе условия вообще, в принципе, не созданы. Вот если мы говорим об ответственном отношении, то однозначно не созданы, потому что, ну, по сути дела, если ответственного собачника, можно, ну, наказать где угодно. Вообще, у нас культура отношения к животным, она крайне низкая, она вот просто катастрофическая. Вот вы сейчас туда посмотрите, видите, суслыков кормят какими-нибудь сладкими вещами. Уже зоологи задолбались, говорить нельзя делать, хотите орешками покормить, и, по крайней мере, кто здесь есть, не кормите всяким фастфудом. Суслыки помрут, и вы будете виноваты в смерти. Теперь в отношении собак. У меня недавно было обращение, то есть работали с, простите, забыл, с водников, да, потрясающая вещь. Такие добродушные жители увидели бездомную собачку, которая бегает, и они взяли ей будочку, сделали рядом с детской площадки в соседнем доме. Подчеркну, соседний дом, что делает собака? Собака понимает, что ее территория, она будет ее охранять. Что стала делать собака? Бросаться на ребятишек. Теперь дали потрясающую еще вообще вещь. Жители вот этого дома, на который без спроса поставили эту будку, попытались собаку убрать. Что вы думаете? Эти жители, которые поставили, сказали, вы вообще звери, мы вас будем гонять сами. То есть покормить бродячую собаку все считают нормой. Когда только вы начали собаку кормить где-то возле чего-то, собака считает своей территории. Сколько таких сердобольных появляет? Да, наверное, их, наверное, в первую очередь кастрировать надо, чтобы продолжения не было. Простите, я радикально говорю, но это назревает. То есть собачек выкормили, здесь вот постоянно прикармливаем. И им совершенно, этим людям без разницы, что потом они будут вот возле этой территории, они могут покусать ребенка. Да, то есть основная причина 90% вот именно нападения на людей, это вот здесь как раз происходит. Потом далее. Важно понимать, когда собаки у нас находятся, ну, вообще в условиях как бы вот города, то есть поколение начинает вырождаться. То есть, да, там не происходит культивирование, порода не становится лучше. И я лично вам серьезно могу сказать, что я сам отбивался от двух больших собак. То есть я понимаю, как собаками нужно вести. Понимаю, когда собака просто агрессирована, а когда у нее башню уже снесло. Так это были вот эти вот вырожденцы собаки, которым совершенно даже не важно. То есть где они будут, как они будут, кто перед ними пойдет. Потом тоже, если собаки не стерилизованы, то есть это, понятно, потомство возникает. То есть там, понятно, будет агрессия даже в отношении любого. То есть человека там и на других животных. Следующее, еще к чему приводит. Все мы с вами любим заповедник Столбы. Если вы будете вот общаться со специалистами заповедника Столбы, они бьют уже в набат, потому что собаки собираются в большие стаи, да, и загрызают краснокнижных животных, да, кабарга, наверное, самая из безобидных. То есть однозначно вот бродячие собаки – это зло. В основе, конечно, человек. И вот здесь, естественно, по тому пути пойдем, что все-таки длительный момент, да, ну, во-первых, у нас денег нет, у нас на детские сады денег не хватает, то есть вот. Это первое. А второе, у нас культуры как таковой нет, то есть поэтому, ну, вот длительно хотелось бы опыт Нидерландов, я бы очень сильно хотел, но у нас его не будет, к сожалению. А будет у нас, вот будет, у нас будут нормальные, допустим, зоозащитники заниматься в небольшом количестве собаками, будем везде бить и будут принимать законы, которые у нас запрещают собак уничтожать. То есть, да, потому что действительно у нас с 1 января просто так, вот, если на вас собака будет нападать, и вы вдруг ее застрелите, вас будут судить, вот такой закон будет. Это так? Да, 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, это жестокое обращение с животными. Она действует, там уже есть уголовные дела, есть осужденные. Но если она сама напала, то есть… А еще нужно доказать. Доказать, это сложно будет доказать. То есть, доказательная база, вот, когда звонят, служба 005, да, и часто говорят, меня покусала собака, напала, задаешь элементарный вопрос, у вас есть справка из трампунта, вы можете показать, какая именно собака, потому что мы, как зоозащитники, понимаем, что если это действительно было нападение, то есть стая же, у нее есть иерархия. Есть вожак, который никогда не нападет на человека, если не увидит угрозу. А есть такой, скажем, колокольчик-заводчик, который вот эту стаю поднимает. И у нас уже было несколько таких случаев, когда мы забирали именно вот этого вот заводчика, то есть, который вот колокольчик этот, да, и стая становилась спокойнее. И стая становилась спокойнее. У них эта иерархия с рождения, поэтому редко кто перенимает. И когда погибает вожак, есть вожак-мама, она может на некоторое время взять, а потом какой-то из щенков становится вожаком. Ну вот там очень такое серьезное все. Ну, Сергей, вы верите вот в такую теорию, что если вожака убрать, то стая успокоится? Нет, не вожака. Нет, вожака ни в коем случае нельзя убирать, потому что именно если вожак адекватный, именно он не пустит. То есть стая на человека, да, если вожак неадекватный, тогда забирать тоже и вожака. Вот вместе вот с этим колокольчиком. Далее по кормлению во дворах. Я полностью согласна с Сергеем. Я согласна на 250%, и я сама лично ругаюсь с этими людьми. Меня еще очень нравится, когда собачек запускают в подъезд и кормят там, либо кошечек. Меня даже порой называют, какой вы зоозащитник. Я говорю, вы поймите, я прежде всего думаю также о людях и о животных. Так как эта собака начинает охранять территорию, да даже кошка умеет охранять территорию, также может царапаться и кинуться. То есть она может, кто-то зайдет в подъезд и ей покажется вдруг, что там посягнули на ее косточку, которая лежит в углу, и она начнет защищать. Собака была приучена человеком именно для этого. То есть у собак это заложено генетически. Не от того, что они такие плохие или хорошие. Про вырождение породы согласно до 200%. Вязки идут, мам с сыновьями, сестры, с братьями. То есть многие породы уже стали не породами. Их выкидывают на улицу стафоры, стафоропат. Просто на улицах став, но это неправильно. Мы не знаем, собака став хорошая собака, если ее правильно воспитывать. Мы не знаем с вами, как ее воспитывали. Вот я напоминаю, что можно нам подойти и высказать свое мнение. Обсуждаем бродячих собак, что с ними делать. Если у вас есть мнение, если у вас есть вопросы, подходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Давайте перейдем к такому вопросу приюты. Один за другим они начали в Красноярске появляться в последнее время, чего долгое время не было. Это эффективный метод, приют. Потому что есть мнение, что собаку берут в пункт передержки, потом ее выпускают, и толку от этого никого нет. Вот смотрите, вообще если мы говорим о приютах, о нормальных приютах, когда занимаются профессионалы, это очень эффективно. Но у нас, к сожалению, профессионалов, которые могут заниматься приютами, у нас их очень-очень мало. Это к великому сожалению. Большая часть приютов – это какие-то… Это даже не приюты, да, это некие какие-то вещи, когда люди из своей сердобольности решили заниматься вопросами животных. Ну, это категорически неправильно. Вообще, конечно, животных на улице города без человека быть не должно. И когда животные помещаются в приюты, да, это нормально. Где с животным ведется работа, то есть по-настоящему. То есть, да, производится стерилизация, производится, то есть, нормальный уход за ними. То есть, ну, еще раз говорю, что этим должны заниматься профессионалы. Часто бывает так, что у нас, ну, действительно, животных, которых берут, ну, там просто страшные картины, то есть, ну, раз возникает, там и недоедание, потому что денег на это требуется очень-очень много. Сколько у вас примерно на одну собаку в приюте уходит? Ну, в среднем около 6 тысяч в месяц уходит. 6 тысяч в месяц. Это содержание. Но это оплата работникам. У нас очень дорогая коммуналка. Мы 120 тысяч в месяц платим только за отопление. То есть, представляете, да, это все, конечно, ложится нагрузкой. Но чем больше собак, тем меньше идет, соответственно, нагрузка. Вот эти коммунальные, сотрудникам оплаты и все. Вот, поэтому, да, средняя 6 тысяч в месяц. Но крутимся, тянем вас. Ну, в законку Сергею скажу, он сказал, что там должны работать профессионалы. Ну, давайте расскажем так, что профессионалами не рождаются, а ими становятся. Я тоже когда-то не была медиком и стала хорошим профессиональным медиком. Да, я по специальности. Вот, также сейчас приютом. Мы находим, сейчас вступили в ассоциацию «Мы вместе». Санкт-Петербург основная, то есть, это ассоциация, где несколько, много уже регионов России. И там профессиональные люди нас обучают. То есть, обучают всему. Обучают общению с животными. Ну, тут это уже, наверное, врожденно. Тут даже если ты будешь профессионалом, как я вот сказала, кинологи, которые отказались от собаки, после этого собака наши девочки сделали ее абсолютно социальной. Это врожденно. Иметь хозяйственника хорошего, да. То есть, иметь ответственных людей при этом, чтобы любили животных, их обучить. Это все можно. Что имеется в виду под профессионалами? Наверное, люди, которые готовы профессионально этим заниматься, этому обучаться. Институтов нет. Кинологи, к сожалению, не профессионалы. Именно в содержании, именно как хозяйственники. Потому что это огромная хозяйственная деятельность. Я сейчас, это практически 80% на мне, я же знаю, что такое. Я никогда не была хозяйственником, пришлось стать. Но ничего страшного. Мы всему обучаем, да, и бухгалтерия. Бухгалтерия у нас тоже есть своя. Это, ну, это огромный труд. Ну, скажите, пожалуйста, вы решаете действительно такую очень масштабную проблему на уровне города и говорите, 80% лежит на вас. Ну, поддержки вообще никакой нет? От города нет. Только люди. Только неравнодушные граждане помогают. Город не финансирует, не капляет. Это нормально? Это ненормальная ситуация. Вот помните, я говорю про этот дурацкий закон, когда вы собаку, например, что-то с ней сделаете, когда она на вас нападает, вас осудят. Почему это происходит? Происходит потому, что у нас нет ответственной политики в отношении животных, да и в отношении людей очень часто. И вот это вот так называемое АЗО-ШЗА продвигает эти законы, то есть якобы гуманного отношения. То есть именно, вот я сколько смотрю, сколько предлагается и на взвешенного отношения, да, вот именно с точки зрения политики отношений, формирования культуры у нас не проводится. У нас, знаете, я очень часто вижу, что инициатива вообще вот некой части общественников, да, точнее псевдообщественников, то есть чтобы стать общественником, действительно себя зарекомендовать нужно. А у нас как? Так, то есть, значит, показал, покричал на площади, ты общественник. То есть, общественников и неких чиновников сводится к очень известному принципу на Руси заставить дурака Богу молиться, да, он и лоб себе расшибет. Примерно вот такая ситуация. Вот. И здесь нужна грамотная проработка, грамотные вещи, то есть, и слушать не те, кто громче всего кричит, а те, кто больше делает. В отношении вашего приюта, я что-то так и знаю, мы с вами уже общались в общественной палате, то есть, организация, которая серьезно занимается, от города поддержки не имеет никакой. И мы, естественно, что будем как бы стараться добиваться этой поддержки, потому что, ну, другого выхода нет. То есть, либо мы, давайте, будем стрелять. Смотрите, что произойдет, если у нас не будет нормальных профессионалов, я имею в виду людей по духу, да, то есть, не... Потому что, на самом деле, отношение к собакам, самый хороший профессионал – это мой друг-пограничник, да, то есть, вот он кинолог, он знает, у него там свои как бы есть еще, я видел, то есть, вот. Что у нас будет, если мы не будем заниматься вопросами бродячих животных? Типа, думаю, что вот, не будет, вот люди, которые вокруг себя вот этих собачек прикармливают, то есть, если вы хотите помочь собакам, есть один хороший способ, да, либо вообще брошенным животным – забрать к себе домой. Другого варианта нет, либо приют. И вот, когда я сколько раз видел, даже приходилось отбивать, то есть, вот, завели, кто приходит? А приходят еще больше страшные, да, товарищи, люди называются. По траву, в мясо бритвы, то есть, да, когда собаки мучаются. И вот эти вот люди, которые кричат, нужно гуманно, вот, да, что собачек трогать нельзя. Вот они, прежде всего, виноваты в мучениях животных. Ну, слушайте, а можно ли собаку домой вообще завести? Потому что есть мнение, что если она пожила на улице, то все, но ты ее думаешь. Ой, да перестаньте, у нас много пристроенных животных, которые именно были с улицы. Много, но не обо всех, наверное, нет? Или все? Я, кстати, одна была вот с острова Татышева у нас. Она пришла в семью с тремя котами, с маленьким ребенком. Она жила у нас на будке, она с первого дня поняла выгул. Мы ее забирали отсюда, с острова. Мы ее вернули, она вернулась к нам в приют. Это было до смешного, так она у нас осталась. Потом вот мы нашли ручки, замечательные ручки. Она охраняет этого ребенка, соответственно, живут они не в очень, скажем, хорошем районе нашего города Черемошка. Они, в принципе, и брали эту собаку для того, чтобы вот маме с ребенком можно было безопасно. Вы говорите, она чуть ниже овчарки, но она такая девчонка серьезная. И она три кошки, ребенок, полуторакомнатная квартира, вот мы с супругом возили ее туда. И она прекрасно живет. Она с первого дня, говорю, поняла выгул, она с первого дня поняла, что от нее требуется. И это не единственный случай. Перестроиться они могут. У нас есть еще один вопрос или мнение. Высказывайте. Два вопроса. Во многих штатах Америки бойцовские собаки, бультерьер, стаффорд, они приравнены к оружию, соответствующие выводами, да, если собака нападет на человека. Нужен ли такой закон в России? И вопрос номер два. Введение налога на животных, он поможет решить проблемы там с теми же приютами, с обустройствами площадок для выгулов и так далее? Спасибо. Опять же, с зарубежным методом мы переходим. Да, два замечательных вопроса, я вам отвечу. Значит, было дано 182 дней на проработку подзаконных актов, в которые были включены, значит, в том число породы собак, которые являются угрозой. С товарширских терреров из них убрали. Собака, которая, я бы сказала, вот тут я с Сергеем соглашусь на 200%, есть порода собак, которые хозяин, прежде чем завести, должен пройти определенную подготовку, должен привести справку от психиатра, от нарколога, должен сходить к кинологу, в полицию, то есть как на оружие. Потому что все зависит от того, как ты воспитал собаку. Я знаю стафов, они вот залижут в усмерть, как кошки, но это у грамотных хозяев. А знаю стафов, к которому бы я даже не подошла, потому что хозяев тоже не совсем адекватен. Он, имея низкую самооценку, те же самые наркоманы, кстати, очень часто распространенная порода у наркоманов. Да, они их заводят для чего? Для того, чтобы, имея низкий социальный статус, низкую самооценку, они поднимаются якобы за счет качества своего животного, которого начинают сначала притравливать на дворовых животных, потом их начинают притравливать на людей. И такое бывает на тех же самых бомжей, которые ниже еще социальным статусом. И, к сожалению, это не редкость. Мы с этим сталкиваемся постоянно, и это больно и обидно. Мы бьем в колокола, стучим в полицию, но как-то наша полиция еще не совсем умеет работать. Дальше второй вопрос. Про налог. Сергей уже высказался по этому поводу. Я скажу немножко другой налог. Я бы ввела налог на разведение. Если у тебя животное не стерилизовано, не кастрировано, плати, пожалуйста, целевой налог, который пойдет именно на приюты. На содержание животных. Я понимаю, что в нашем государстве это очень сложно сделать. Вот если бы была такая направленность, да, но я бы ввела налог именно за не стерилизованных, не кастрированных животных. Мне порой говорят, а как бы вы это выявляли? Я вам еще говорю еще раз, зоозащитников много, волонтеров очень много. Мы устали подбирать коробочки с котятами, со щенятами. Каждый зоозащитник знает всех соседей, кто плодит. У кого-то они смогли уговорить забрать кошечку, собачку на стерилизацию, это сделать за свой личный счет. Кстати, мы ввели льготную стерилизацию для того, чтобы можно было больше сделать этих животных. А кто-то не смог. И поверьте, вот эти же самые зоозащитники бы помогали получать, скажем, этот самый налог с тех людей, которые вот так вот относятся к животным. Ну вот такое предложение, это альтернатива. Смотрите, по поводу налога, я почему как бы всецелил за налог, потому что важно понимать, что налог должен еще идти на приюты, содержание второй, все-таки площадки для ответственных. И вот отвечая на вопрос Данила, налог будет в том случае работать, если воровать не будут. Все. Извечная проблема. Кстати, у нас есть представители приюта здесь. Здравствуйте, можете к микрофончику подойти. Приюта Паводок. Вот у меня такой вопрос в Америке. Количество собак в приютах ограничивается. Если там в определенное время собак не забрали, их просто усыпляют. Как вы считаете, это гуманно или нет? Нет, это однозначно не гуманно, потому что практически... Поближе, пожалуйста, и погромче. Практически у любой собаки есть шансы попасть в дом, да, при, опять же, ответственном отношении людей к этому, да. То есть у нас вся проблема в том, что люди безответственные. И все, естественно, идет от людей. Помимо того, что очень многие люди хотят, чтобы собаки попали в приют, да, то есть вот у меня родились, возьмите, пожалуйста, Светлана согласится, звонки каждый день. И очень много звонков именно по вот целыми пометами щенки, котята, которые вот на глазах у людей родились, которые не могли стерилизовать животное, будучи беременным. Хотя эти операции проводятся. И это решение, огромное решение, да, для того, чтобы вот этих пометов потом не было, и они не бегали на улице. И помимо программы ОСВ, вот на данный момент, да, как бы это то, что нужно делать в первую очередь, это программа ОСВ, потому что помощь приютам, это прекрасно, это необходимо. Но приют все равно не справится, потому что ресурсов на то количество собак, которые есть в городе, не хватит ни у одного приюта, даже если их будет 10, 20, 30. Потому что рожают собаки в такой огромной прогрессии, что приюты не будут все равно успевать справляться даже с помощью, если мы не будем стерилизовать и не будем вести программу пропаганды, стерилизации. В том числе на предприятиях, в организациях, где огромное количество собак живут, их прикармливают до момента, пока там не расплодится, штук 20. И начинаются звонки, у нас тут собачки, они стали агрессивные, заберите, пожалуйста. Вот Светлана наверняка с этим сталкивается ежедневно. Ежечасно, я бы сказала, с этим я сталкиваюсь ежечасно. Мне кажется, что нужно в организациях, ну то есть прям пропаганду вести того, что при организациях, да, чтобы не было руководителя там, а-та-та нам руководитель сказал, что нужно всех собачек убрать. Нет, руководитель сказал, что нужно всех собачек стерилизовать. И если руководитель, например, не хочет в это вкладываться, там наверняка есть люди, которые кормят этих собак. И есть возможности льготных операций, которые стоят не так уж и дорого, чтобы сотрудники скинулись там по 20, 30, 50 рублей и могли осуществить эту операцию. Спасибо большое. Вот давайте сейчас просто будем загибать пальцы, что нам нужно сделать, чтобы избавиться от бродячих собак. Мы, в общем, это все обсудили, а вот действительно сейчас конкретно просто тезисно перечислять. Нормальная работа приютов? Раз. Нет, программа УСВВ на первом месте, я бы сказала. Все-таки программа должна быть на первом месте, потому что еще хотелось вот немножко Сергею возразить. Нельзя убирать всех собак с улицы. Во-первых, есть биологическая ниша, которая быстро заполнится. Есть, наверное, мы все помним печальные опыты наших соседей Китая, которые избавились от всех воробьев, а потом их завозили, просто закупали во всех странах. Тут и так. Собаки, они держат определенную территорию, они давят крыс во дворах. То есть определенное количество собак на наш город, это 3000 особей, которые должны быть. Но они должны быть стерилизованы, они должны быть привиты, они должны быть кастрированы, они должны быть без того заводилы, который их поднимает. С этим понятно, идем дальше. Вот. А дальше обязательно несколько приютов в нашем городе. Приюты два. Далее стерилизация всех домашних животных, не представляющих племенной ценности. Всех поголовно. А то а-ля британцы, а-ля стафы, а-ля овчарки, это уже, ну, а-ля хази. Ну и культура, наверное. А? Культура еще вы хотели. Воспитание, культура, вот именно, поймите, вот сила ТВ и сила нашей власти, люди к вам прислушиваются. И наши слушатели, они думают, а, там что-то говорят, говорят, но когда это говорите вы, это другое. То есть, если вы будете нести им это грамотно, мы сейчас обратились к общественной палате с просьбой, чтобы посодействовали нам, так же, как депутатам городской думы, они нас поддержали, насчет бесплатных рекламных каких-то счетов о пользе стерилизации. То есть, именно, что это, извините меня, это не издевательство над животным, мы в 21 веке, эта операция делается полчаса под хорошим наркозом. Все, животное живет и радуется. Как слушать каждый месяц, как твой кот орет или кошка, да застрелится по мне, вот. Правда? Сергей, ну, давайте тоже добавим несколько пунктов, может быть, по вашему мнению. Вы совсем согласны, что она сказала? Я согласен, но всех мер недостаточно будет. Почему? Потому что пропаганда дело очень хорошее, если пропаганда, не подкрепленная рублем, она работает очень плохо. То есть, должны быть реальные наказания, желательно очень серьезные, именно в рублевом эквиваленте, на нерадивых, те, кто держит животных. Ну, и, соответственно, наверное, я бы еще особенную статью, это те, кто вот возле своих домов, то есть, не забирает собаку, а прикормит. Я бы раз в пять больше штраф сделал, чтобы мозги появились. То есть, штрафовать тех, кто прикормит? Однозначно, конечно. А на эти деньги, которые наштрифовали, помогать приютам, вот вопрос решен. Отлично. Ну, вот, собственно, комплексное такое решение предложили вместе, но я бы хотел еще бы с нашими зрителями такой экспресс-вопрос провести, экспресс-тест, так сказать, что ли. Я задаю вопрос, предлагаю варианты ответа, а вы поднимайте руки, если согласны, если нет, то не поднимайте, соответственно. Вот вы бы забрали собаку из приюта себе? Давайте вот те, кто забрал, поднимем руки. А кошку можно? Кошку забрал бы, да? Мне пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь человек и, собственно, наши гости тоже. Ну и те, кто не забрал бы. Есть такие люди? Вот очень хочется услышать, почему все-таки вы бы забрали, а почему нет. Может кто-то подойти? Давайте, молодой человек. Представьтесь, почему бы вы не забрали никогда собаку из приюта? Арсений зовут. Погромче ближе. Ближе к микрофону, погромче. Не забрал бы я собаку, зовут Арсений, потому что знаю, что я с ней не могу справиться нормально. А раз я знаю, что не смогу нормально ухаживать, то и смысл мне ее убрать. То есть вопрос не в приюте, а в том, что у вас нет времени просто ей заниматься, да? Да, я это понимаю. Ну, замечательно. Это ответственное отношение. Это у меня делаю. Это грамотно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Арсений. Ну что ж, еще раз представим наших гостей, которые с нами пришли и обсуждали эту громкую тему. На весь город Сергей Волков, член общественной палаты, и Светлана Загуменникова, зоозащитница. Спасибо, что пришли, спасибо, что выслушали. Не уходите, просто с минуты на минуту начнем уже следующую тему. Она называется «Пора валить из Красноярска» или же все-таки нет. Так что оставайтесь, будем дальше обсуждать. Спасибо вам большое. Давайте друг другу поаплодируем один раз. Спасибо вам большое.